И прямо сейчас выводим нашего второго гостя, частого гостя нашего YouTube-канала «Утро февраля». Еще раз напоминаю вам, друзья, подписывайтесь, лайкайте и шерьте наши видео. Зовут его Игорь Лапин, ветеран АТО и правозащитник. Игорь, витаю вас, добрый день. Уважаю здоровья, слава Украине. Героям слава. Не буду сейчас спрашивать, где вы. Киев, Киев, вы не поверите, Киев. Кстати, ну вот, какая обстановка сейчас в Киеве? Очередная ракета упала и вроде бы даже есть погибшие сегодня. Я, к сожалению, не имею возможности постоянно следить за новостями. Но тем не менее, то, что вчерашняя ночь была менее сильно насыщена позавчера, конечно, было более страшно для местных жителей, для гражданского населения. Вот. Ну, что делает Россия? Россия все равно, сколько погибли. Ей не нужна инфраструктура Украины, ей не нужны люди. Россия идет на тотальное уничтожение нас, как страны, как нации. Люди и инфраструктуру. Они это делали, они это делают и они это будут делать. Поэтому сегодня идет вопрос выживания нации. Такая нация, как Россия, она сейчас изгоем стала во всем мире практически, кроме некоторых стран. Вот. И в этой ситуации я могу сказать, что, в принципе, позитивные изменения в общественном мнении в европейских странах, позитивные, ну, в пользу Украины, конечно, они каждый день происходят, и это, в принципе, не может не радовать. Он не может не радовать, и к тому же мы видим, что этот капитал всемирной симпатии конвертируется на наших глазах в конкретную помощь, в том числе военную. Да, мы пока не получили, и не факт, что получим закрытие воздуха над Украиной. И, тем не менее, Байден, вы, наверное, слышали его речь, знаете о том, что надобрил 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи. И речь идет уже сейчас, подтверждаем таки, что НАТО таки поставит комплекс, это немножко другая история. Про Америку все-таки мы говорим, что это 800 миллионов дронов, камикадзе, их 100 штук, тысячи новых джавелинов, противотанковых ракет, броников и так далее. НАТО поставит комплексы С-300 и ОСА. Вот, навскидку, Игорь, насколько это действовано, как скоро это может прибыть, с чем, чтобы реально быть помощью украинской армии? Ну, смотрите, есть такое понятие, как системы противовоздушной обороны, то, что нам сейчас больше всего нужно. Вот, и насколько это может быть быстро, ну, я думаю, в течение какой-то недели это уже может идти. Тем более, многие комплексы, в том числе, они же не все в Америке находятся, они в основном в своем массе находятся на территории, скажем так, европейских стран. И поэтому, я думаю, что такая история, ну, как бы, скажем так, имеет право на жизнь. И будет более быстро реализовано, чем любой другой механизм, там, связанный с закрытием неба. Дело в том, что закрытие неба, это, конечно, было бы действенным механизмом, но есть нюансы. Нюансы, полагаю, что нам НАТО может помочь закрыть космос от возможных превентивных ядерных ударов, которые грозится сделать Российская Федерация. Это да. Вот. Но воевать в небе самолетами против самолетов России, это немножко уже другая история. Это другая война. И поэтому в этой ситуации мы не можем требовать у них вступать на сторону Украины в войне против России. Ну, это есть такая история. И поэтому тут настраивать людей, что вот НАТО нас там бросило или еще что-то. Я смотрю, там частые уже заявления есть. Это все ерунда. Не надо слушать, как говорится, пропагандистские нарративы, потому что нам главное сейчас системы противовоздушной обороны, это действительно факт. Имеет системы, мы будем сбивать их самолеты и сбивать их ракеты. И это тоже второй факт. Поэтому в этой ситуации мы можем работать именно теми системами, на которых умеем работать. Но вы знаете, если мне сегодня дать стингер или дать ПЗРК-игла. ПЗРК-игла, он старый советский, работник Укрпошты сбил с помощью... Вот. Алло-алло. Алло-алло. Да-да, слышим вас. Немножко прервались. Слушаем. Алло-алло. Да-да-да. Работник Укрпошты с помощью ПЗРК-игла сбил российский вертолет. Ну, то есть, понимаем, да, то есть люди умеют работать и так далее с этим самым. С такими ракетными комплексами. Не все умеют работать со стингером. Точно так же и другие вещи. Нам нужны РПГ-7, потому что многие люди, которые там старшего поколения, не умеют работать с РПГ-7. Ну, ИНЛАВ, он более легко обучаемый. Но Джеймин, это уже что? Поистогна украинского производства. Это очень эффективное оружие, но оно тоже сложное. Ну, необходимость есть обучение. Меня очень удивляет, почему не сделаны были во время отступления войск закладки с помощью сил спецопераций, именно закладки вооружения для людей, которые оказались в оккупации. Вы знаете, мирные протесты против оккупантов, ну, это одно. Но, а вооруженное сопротивление партизанских отрядов, это другое. Поэтому я думаю, что с этими саботажниками на каком-то среднем звене нам придется разбираться уже потом. Но, тем не менее, призыв сопротивляться на оккупированных территориях звучит немножко дико, потому что, а чем сопротивляться? Коктейлями Молотова? Ну, знаете, я всегда говорил так, рай для мучеников, а не для придурков. И надо считать, что люди будут брыгать на танки с коктейлями Молотова. Они не смогут этого сделать. А мирные протесты, они будут сами себя просто-напросто, ну, как бы, нарожать на небезопасные вещи. И тем более, что оккупанты, они есть оккупанты. И еще раз говорю, у них установка четкая. Уничтожение личного состава вооруженных сил Украины и уничтожение украинцев как нации. Вместе с их инфраструктурой. Все остальное, это от мукавого, не надо им верить. Давайте посмотрим на кадры Мариуполя, давайте посмотрим на эти бомбоубежища, на детей. И все поймут, что они не воюют против военных. Военные, кстати, слава Богу, слава ЗСУ, добровольцам и территориальной обороне, они как раз-таки клепают их со всех концов. И это факт. Поэтому оккупанты стараются уничтожить население и нашу инфраструктуру и мирные города. Ну, я это вижу так. Я считаю, что надо увеличивать поставки. Тем более, тактика россиян какая. Они сейчас некоторые дешевые ракеты, не кированные, отправляют для того, чтобы вытягивать наши системы ППО, чтобы имели ракеты именно на борьбу против их вот этих тупорылых ракет. А хорошие ракеты и самолеты они берегут для дальнейших действий. Вот поэтому то, что нам сегодня НАТО обещает помочь системам противовоздушной обороны, это очень как раз своевременно и очень кстати. Мы пока что в небе не господствуем, и поэтому нам с этим надо как-то жить и бороться. Но я вот это вижу так. Вот я говорил только что с Сергеем Куницыным, задавал ему тот же вопрос. Хочу вам его задать по поводу все-таки вот эти постоянные разговоры о перемирии, о том, что будут встречаться Зеленский с Путиным, посредничество Эрдогана и так далее. Вы видите в этом проблески надежды и демонстрации того, что Россия все-таки понимает, что она проигрывает военно, военного решения для них нет, дальше хуже. Или же все-таки та ширма с тем, чтобы перегруппироваться и использовать эти снаряды, которые вы видите, самолеты для повторной попытки в том числе взять Киев. Значит, смотрите, перегруппироваться однозначно. У них сейчас нарушена система логистики, а перемирие как раз им сделает эту возможность. Это первое. Второе. Как только у Путина охреново идут дела, так они сразу говорят о перемирии. Как только мы начали их клепать, так они сразу заговорили о перемирии. Как раз именно поэтому. Потому что у них нет поставок топлива, нет стабильного поставок боеприпасов. Войска, которые зашли глубоко, они не имеют логистики достаточной для того, чтобы обеспечивать самих себя. Партизанское движение, которое развернули силы сопротивления, народное, короче, ополчение и так далее, то есть оно как раз обрезает им эти коммуникации. И России сейчас вот так вот нужно это перемирие. И когда мне говорят о каких-то переговорах, о каких-то 15-х пунктах Российской Федерации, они сыпятся. Ну месяц максимум, и мы увидим, что такое развал большой страны с кучей ядерных кнопок. Вот это уже другая проблема, это уже другая история. Но это уже будет не наша битва солдат против солдата. Это совсем другой уровень, знаете, это high level. Поэтому в этой ситуации я считаю именно, что перемирие используют для методов давления. Дальше. Они же закапывают свою артиллерию на тех позициях, на которых подошли. Эта артиллерия сможет доставать до пригородов Киева. А им нужно чуть-чуть продвинуться, чтобы доставить до центра Киева. Тогда не надо будет тратиться на ракеты, понимаете? И нам нельзя ни в коем случае этого допустить. Слава богу, откинули там от Буча, от Ирпеня. Но есть другие направления там, Макаров и так далее. Вот. Мы застопорили их возле Харькова. Это очень хорошо. Ребята молодцы вообще. Ну, просто я еще раз говорю. То есть, Россия будет пытаться это использовать для перегруппировки. И у них объявлена мобилизация. Давайте не забывайте об этом. Поэтому вот такая вот история. С другой стороны, российская экономика уже трещит по швам. Олигархи пищат. И все остальное. Петер, я прошу прощения. Я уже никак не могу с вами дальше оставаться на связи. Все, вы уже приехали. У меня... Игорь, спасибо вам. Будьте осторожны предельно. Вы нам еще очень нужны. Украине нужны. Игорь Лапин был с нами на связи.